Итак, мои хорошие, закончился у нас поход к доктору, все проверили. Конечно, я в принципе не удивлена, все прекрасно, потому что с сердцем проблем не было у моих детей. До этого я проверяла в Дагестане два раза, все было хорошо. Сейчас тоже все прекрасно, даже доктор удивился, что дети рожденные с таким весом, и все клапаны, все прекрасно работает, что-то было открыто, я не знаю медицинские термины, что-то бывает открыто у детей, но все у них закрылось. Даже бывает, что рожденным срок дети в три года не закрываются, а у них все закрылось. Он сам был очень-очень удивлен. Но я очень рада, сказал в четыре года где-то прийти, контрольно еще раз провериться, есть какие-то изменения или нет. Мы пришли заодно, так как были рядом с парком, так как парковка здесь в парке, пришли в парк посетить, заодно покормить деток. Они спят и кушают, доча кушает. Погода стала лучше, солнце как было утром, так и сейчас, но сейчас теплее. Не знаю, сейчас наверное градусов 13-14, мне кажется. Такс, 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 такс. Народу мало. Знаете, каждый раз, когда выхожу от доктора какого-нибудь, для любого, кому я показываю детей, каждый раз у меня поднимается настроение. Знаете, я иду каждый раз к врачу, знаю, что... Ну вот я уверена, что все хорошо. Но когда лишний раз доктор говорит, что все прекрасно у ваших детей, это просто непередаваемое чувство. Готовы подхать. Что нам надо для счастья в этой жизни? Здоровье наших детей, наших близких родных. Все, больше ничего не нужно, в принципе, остальное. Все можно купить, можно заработать, можно найти. А вот здоровье... Здоровья нет. Вот так вот. Кстати, дети вели себя прекрасно на осмотре. Сынули вообще был такой... Мальчик вел себя как по-мужски, как мужчина. Ну, девочка, конечно, потом в конце капризничала, когда ей все это надоело. То провода, то третье, то десятое. Ей все надоело в конце. Но все равно вели себя хорошо. Осмотр, прием, я сказала, стоит 500 лир нам, так как у нас детей сделали по 400 лир. 500 лир это чуть меньше 100 долларов. Да, чуть меньше 100 долларов. Вот так вот. Все, закрываюсь на этом. Пока. Мне, знаете, нравится в этом барке вот такие вот небольшие скворечники для птичек. Такое огромное дерево, но оно пока лысое, лысое, лысое. Ну, там, как всегда, играет футбол. Ну, там, если вам видно. Какая погода классная. Супер просто. Здесь постоянно в парке ездят вот такие вот машины и чистят, чистят дороги. Мусор все убирают. Чистят, моют. Это дорога на парковку. Видите, машина выехала нам тоже туда. Там уже живые дома. Принцесса, принцесса обедает. Сюда ехали, она ела в машине. Съела в два раза больше, чем братик. Прошло где-то полтора часа. Сейчас опять она ест. Вот так вот. А он? А он, солнышко? Ой, солнышко, спи. Солнышко, спи. Пока мили деток, посидели. Сейчас пешком идем в сторону мужа работы. Походим еще здесь в парке немножко. И там магазин есть. Хочу вот этим магазин. Озеро. Вон уже катамарана работает. Уточки, киски. А, вот те же самые утки, которые здесь были. Две. Вода, в принципе, чистая, но дно грязное. Киска, киска, киска. Погода все теплее и теплее. Прелесть просто. Но летом эта вода бывает намного чище. Чистят, может быть. Я надеюсь, что ты за этой музыкой не забанят в моем видео. Если забанят, придется чуть-чуть скорость увеличить. И голос будет у меня. Такой детский мультяшный. Такой островок. Зулечка сегодня от нас отдыхает. Она должна была пойти погулять. Наверное, вышла уже весна. Как пахнет травой. Ай, какая прелесть. Дурья. Смотрите, какая собака. Я вообще не боюсь собак. Не знаю, нет, у меня страха перед собаками. Очень красивая собака. Видимо, дрессирует мужчина. Молодец. Пописывал. Смотрите на это дерево. Несколько деревьев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь деревьев срослось. Нифига себе. Как будто бы семь деревьев срослось. Что-то в последнее время я очень часто в этом парке. Цветочки. Цветочки, цветочки. Цветочки. Интересно пахнут. Один цветочек возьму. Пахнет. Пахнет, ну, такой слабый запах. С этой башни прыгала Зулечка, когда приезжала ко мне в гости в прошлый раз. Пока закрою. Вы представляете, как пахнут вот эти деревья сейчас? Вы представляете? Вы даже не представляете. Хотя не представляете. Каждый знает, какой бывает аромат, когда цветут. Вот эти вот деревья. Прелесть просто. Сейчас я понюхаю. Блин, какое это наслаждение. Цветочек покажись, покажись. Красота. Как он пахнет. Я обожаю природу. Я надеюсь, мои дети будут так же любить природу, как и я. Все, мы уже выходим с парка. Теперь я знаю, что эти большие деревья магноли. Спасибо, девочки. В прошлый раз мы сидели там на скамеечке, и я кормила деток. Огромная магнолия. Небо бесподобное. Дошли, дошли потихонечку до района Чанка Я. Чанка Я. Это один из любимых магазинов моего мужа. В итоге купили в магазине очередные две пары джинс. Муж просто не может пройти мимо джинс. Тем более, там сейчас были хорошие скидки. Это хороший кирменный магазин. Там джинсы, которые стоили 250 лет. Сейчас можно приобрести по 90. И взяли зимнюю куртку на лебяжем пуху. Она тоже с большой скидки за 600 или за 650 лет. Я точно не помню. Мне, что сказать, некогда было смотреть за ценами. Я занималась с детьми там. Дочь проснулась, как обычно. Сейчас идем дальше в магазин. Посмотрим себе что-нибудь. Здесь есть магазин. Я заполню его название. Муда. Куда пойдем? Прямо. Пошли мы в магазин Муда. Я выбрала себе юбочку, рубашку. Здесь на скидках есть вещи, но на скидке я ничего не нашла. Я выбрала себе вот такую вот рубашку. Вот такую. Она очень легкая. Долго колебалась между этой и другой. В итоге взяла вот эту. И юбка, юбка, юбка. Сейчас покажу юбочку, которую я выбрала. Здесь юбка нет. Она где-то на другую вешала. Ну, короче, дома покажу. Вот такого цвета она. Так, здесь еще есть все для дома в этом магазине. Красота такая всякая-всякая. Разная мебель, всякие вазочки, картины. Очень-очень красиво. И сейчас здесь огромные скидки. Все красиво. Знаете, когда вот так все красиво выложено, сразу хочется купить. А вот и я, кстати. Собственные персоны. На мне сегодня... Так, на мне все с Китая. Все с Китая на мне. И ко мне сегодня несколько людей, девушек, подошли, спрашивали, где я купила пальто. Одна спрашивала про кроссовки. Знаете, приятно, приятно. Мои детки спят. Домой пришла, расслабилась. Да, мамина? Мы только что пришли домой. Проснулась наша королевишна. Да? Так, домой пришла наконец-то я. Так, устала я гулять. Да, принцесса? Да, малька моя. Теперь сынуля спит, а доча вот бодрствует. Солнышка. У нее привычка. Она рукава постоянно сосет. Рукава, рукава, рукава не оставляет, моя красавица. Ой, все, побежала, побежала, побежала. Помните, я покупала недавно ей жакетик вот этот вот, штанишки, носочки. Вот. Сейчас ей все хорошо. Ну, еще месяц-полтора точно будет хорошо ей. Она же у меня худенькая. Из-за того, что худенькая, она быстро из одежды не вырастает. А сынуля упитанный, он быстро вырастает из одежды. Да, мамини, скажи, я стройная? Скажи, я стройная девочка. Да, мамини, ты стройная девочка, да? Да? Стройная моя девочка эта. Это моделька, мамина, моделька. Ты, мамина, моделька? Да? Моделька, мамина, красивая моя девочка, вкусная моя девочка, самая любимая девочка, самая желанная. Вообще не любит она, когда о ней хорошие слова говорят. Вообще не любит. Да, мамина принцесса это. Мама, куплю тебе самое красивое платье, самый красивый бантик завяжу, и мы пойдем с тобой гулять. Когда ты научишься ходить, топ-топ-топ, когда ножками будешь делать, мы пойдем с тобой гулять. Да, вот так вот, когда ты топ-топ-топ-топ будешь делать, только не по маме будешь топать, а по земле. Хорошо? Хорошо, мамина? Ты согласна? Ты согласна, да? Да, она согласна. Она согласна. Она согласна. сегодня доктор кардиолог сказал что она похожа на меня так как похоже на вас прям копия ваша не знаю что он здесь увидел моего видимо похоже чай поставила себе чай попью пока сынуля спит надеюсь дочь и не будет против ты не будешь против чтобы мама чай попила не будешь против не будешь не будешь не будешь вместе попьем да попьем вместе